всех приветствую на канале outlook и life сегодня 2 января 2020 года мы в москве и находимся на измайловском острове мы птички ранее пока мои дети на заднем плане обкатывают первый снег я расскажу о чем я сегодня буду вещать блок сегодня будет необычный я получила с утра уведомления о новом видео и в этом видео я узнала что мне передается марафон это первое мое видео такого формата постараюсь на все ответить этот марафон я получила от канала симбиоз прекрасная девушка катя рассказывает как она борется со своим недугом ведет довольно таки активную жизнь и ведет замечательный канал в котором ей помогает ее муж пять вопросов которые получила от кати я на них сегодня буду отвечать так первый вопрос это цель открытия канала второе поддержали ли родные третий вопрос огорчила ли меня работа на канале 4 что положительного принес этот канал и 5 какая у то и так поехали по порядку отвечая на все вопросы и так вопрос номер первый цель открытия моего канала канал я открывала как канал семьи с ребенком с особенностями развития те кто следит за нашей истории знает что младший сын мой лукаша страдает с детства эпилепсией и также к нему добавились еще другие диагнозы это аутизм и синдром дефицита внимания и гиперактивности он вот второе у нас под вопросом ну думаю тоже есть со временем развития канала честно говоря я немножко не то что я ухожу от инвалидности нет я не ухожу я не показываю наши ежедневные занятия тревоги и так далее да я включаю в ролике небольшие вкрапления с наших коррекционных занятий или там дополнительных занятий дополнительные делала ролики об ипотерапии и так далее но тот процесс который мы проходили скажем до пяти лет это совсем другое нежели чем сейчас то есть уже коррекции как таковой как мы ее понимаем в нашем в нашем понимании ее нет то есть это нету ежедневных многочасовых занятий в реабилитационных коррекционных центрах но у нас остаются регулярные занятия с логопедом регулярные занятия с нейропсихологом к сожалению это я снимать не могу так как занимается лука один на один и я думаю что это будет наверное не очень корректно по отношению к специалистам но то что можно снимать то что к чему я имею доступ я это делаю сейчас на моем канале много всего разного но это все идет под соусом социализации то есть я хочу показать что даже у людей с особенностями развития детей с особенностями развития может быть полноценная жизнь дети люди могут быть включены во все мероприятия которые организуются для норма типичных людей и так далее то есть я хочу показать что нет особых границ вопрос номер два поддержали ли меня родные честно говоря когда открывала этот канал я никого не сказала потому что история открытия канала была очень банальная я болела гриппом и мне было так плохо мне нужно было как-то немножко встрепенуться как-то выйти из себя и я записала первое видео с это все пошло то есть родные конечно узнали об этом канале через какое-то время негативных таких вот комментариев что зачем тебе это нужно и ты не то это делаешь и не так таких особо не было я так думаю кстати говоря мой канал смотрит моя мама ей 81 год она даже иногда пишет некое какие-то комментарии если она этого говорила что мне не нравится как-то преподносишь информацию или мне не нравится когда ты там мочишь кадр что делать мы же не дикторы центрального телевидения да я делаю это все без фильтра и монтирую ролики довольно таки быстро потому что во первых у меня нет времени во вторых я немножко ленивый человек признаюсь это открыто вопрос номер третий огорчил ли меня работа на канале абсолютно нет даже не разочаровала я бы сказала наоборот она мне прибавила какие-то другие вот другой мир ощущения что ли то есть пока на моем канале не появились хейтеры я очень надеюсь что они будут обходить меня еще стороной какое-то время ну кто знает я к этому готова пока огорчение у меня на канале не было я всем довольна как все идет мне нравятся ваши комментарии я обожаю отвечать на них пока у меня есть время пока есть возможность пока вас не так много это тоже хорошо с одной стороны с другой стороны конечно я бы хотела чтобы у меня было больше подписчиков вопрос номер четвертый что положительного принес это канал говоря много положительного во-первых вы мои дорогие подписчики ваши комментарии бесценные слова поддержки советы я и ваши комментарии читаю нас стараюсь ответить у меня также появилось много друзей в ютюбе чему я этому очень рада также канал помогает мне организовать свое время то есть чем больше каких-то дел которые надо сделать тем вы как-то собранней и ответственнее подходите к организации своего времени то есть мне канал очень сильно помогает в этом плане он меня организует да дает мне положительный заряд последний пятый вопрос если у меня мечта кто-то из классиков сказал что будьте осторожны со своими желаниями они имеют обыкновение сбываться конечно у меня есть мечта и наверное не одна но для меня главное самое чтобы вся моя семья была здорова чтобы мы продолжали также активно жить чтобы все шло своим чередом и самое главное без каких-то таких серьезных потрясений вот об этом я наверное на данный момент мечтаю что-то мы за месяц мы будем написать с вами по следующим вопросом о в в и вы 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 не смогла я дописать окончание своего видео самую главную часть кому я передаю эстафету ссылку на канал кати от которой я приняла эстафету это канал симбиоз я оставлю в описании также в описании под видео вы найдете те каналы на котором я передаю эстафету я тоже выбрала 6 каналов которым я хочу передать эстафету выбирала я по категориям я выбрала два канала которые я смотрю это два канала семей с особыми детьми первый канал дарья слайв дарья мы с ней снимали уже совместное видео она воспитывает прекрасного мальчика с особенностями развития очень позитивная семья которая живет на украине ссылку на канал дарьи вы найдете под видео в описании также я хочу передать эстафету каналу дениска семенов тоже семья с особенным ребенком живут санкт-петербурге они очень позитивный веселый человек и мне ее канал очень нравится вторая категория каналов это семейные каналы я тоже выбрала два канала расскажу какие каналы я выбрала первый канал ведет наталья канал так и называется наталья и ее семья семья живет в крыму и мне очень интересно за ними наблюдать потому что в крыму я была последний раз когда мне было лет наверное 10 или 11 в пионерском лагере и все с этого времени я туда не не ездила я очень хочу приехать посмотреть посмотреть там природу и вообще обстановку мне очень интересно наблюдать за за этим каналом и второй канал тоже семейный канал ведет канал Людмила этот канал интересен тем что Людмила снимает видео про американскую жизнь канал так и называется USA моя семья мое богатство очень много интересных роликов про систему образования систему здравоохранения в сша мне тоже интересно за этим наблюдать потому что это расширяет кругозор еще один канал которому я хочу передать эстафету этот канал просто обалденный в том плане что он во первых он находится в разделе хобби во вторых это хобби которому я пока никакого отношения не имею но мне очень нравится смотреть ролики светланы светланы диановой который ведет этот канал канал называется бель это вышивальный проект в этом проекте собраны работы многих вышивальщиц и чем интересен мне это проект и я думаю что многим будет интересен этот проект на канале очень много интересной информации и о выставках в которых участвует этот проект и о интересных людях которые приходят на этот проект также очень много интересной информации о художниках о картинах по которым собственно воссоздаются творения уже вышивальные и самый последний канал которому я тоже очень неравнодушна мне кажется канал тоже очень недооцененный я его отношу между двумя категориями категория моя семья и категория путешествия канал называется моя жизнь в англии оксфорд мне было очень бы интересно познакомиться поближе и узнать о авторе этого канала так что девочки ловите мою эстафету я буду очень признательна увидеть передачу эстафеты дальше на этом я с вами прощаюсь я надеюсь вам понравилось это видео как всегда ставьте лайки подписывайтесь на канал заходите на те каналы которые как от которого я получила эстафету и которым я ее передаю прекрасно вам провести остаток праздников и до скорой встречи всем пока